Волгоград 1 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 совершали такие подвиги, защищая нашу Родину. Роман, скажите нашим телезрителям, тем, кто не знает, что за 910-й такой партизанский отряд «Смерть фашизма». То есть кто в него входил, сколько это было человек? Дело в том, что еще задолго до того, как фашисты подошли к Сталинграду, за год до этого, были сформированы списки бойцов и партизанских отрядов, которые должны были в том случае, когда фашисты оккупируют территории советские, в том числе Сталинградской области, тогда называлась Сталинградская область, Волгоградская область, они должны были быть заброшены в тыл к фашистам и совершать диверсии, вести борьбу с фашистами за год до этого. И так же и получилось с этим отрядом, так называемая военная часть 910. У нее два названия было «Смерть фашизму» или «За Родину», в разных источниках по-разному называется, военная часть 910. И они, был подготовлен список, то есть туда изначально в этот отряд входило 10 бойцов, это командир отряда Воскобойников Павел Тимофеевич, комиссар отряда Чистов Александр Михайлович, заместитель командира отряда и руководитель подпольного райкома комсомола Панчишкина Клавдия Григорьевна, и еще семеро бойцов, еще две учительницы, Тамара Артемова и Райса Деменда, и пятеро бойцов. И вот этот отряд в составе 10 бойцов был заброшен в тыл к фашистам в ночь с 30 на 31 августа, и они начали бороться с фашистами. Роман, из отряда выжил только один человек, верно? После того, как отряд был заброшен в тыл к фашистам, за счет прорывавшихся из окружения солдат и офицеров рабочей крестьянской Красной Армии, отряд достиг 60 бойцов, вот, из этих 60 бойцов в результате предательства, в отряде был предатель, в результате этого все погибли, остался в живых только один боец, это Антонов Зот Ефимович, это снайпер отряда был, охотник-промысловик, и он чудом остался, он попал в плен, и потом бежал из плена, и в том числе его рассказы вошли, так сказать, по его рассказам, была написана часть сценария, вот, кинофильм «Отряд». Роман, у вас очень интересный сюжет фильма, начинается с того, что известный кинопродюсер приезжает в Волгоград, правильно? И он хочет снять какой-то фильм, найти что-то такое интересное, о чем еще никто не рассказывал. И вот он находит в архивах историю этого отряда, начинает ее изучать, понимает, что там был предатель, в результате которого все погибли, и решается на такое самостоятельное расследование, чтобы выяснить, кто был этот предатель. Вот скажите, мы когда посмотрим фильмы, узнаем, кто предал? Да, мы узнаем, мы узнаем в конце фильма, кто предатель. Все персонажи, которые будут в фильме, это исторические персонажи, и на самом деле действие фильма начинается в наше время, и заканчивается в наше время. И у всех персонажей фильма есть прототипы, у всех абсолютно, 100%. То есть это все было на самом деле, абсолютно, то есть достоверность даже не 100, а 200%. Вот, поэтому, то есть как был написан сценарий, я изучал архивные документы, в том числе засекреченные документы НКВД, КГБ, и встречался с очевидцами тех страшных событий, это ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами-участниками Сталинградской битвы, ветеранами тыла, детьми тыла и узниками концентрационных лагерей. Я нашел всех оставшихся в живых на данный момент, и их рассказы записал, то есть есть видео, задокументировано все, то есть собран уникальный материал, и вот на основе этого материала был написан оригинальный сценарий. У меня вопрос к кастинг-директору картины. Вот в отряд, о котором повествует фильм, входили в основном дети. Это дети, которые по сути были героями. Перед вами стояла очень сложная задача найти юных актеров, и на кастинг приезжало очень много детей, многие из которых вообще никогда нигде не снимались, и не являются профессиональными актерами. Вам нужно было найти детей, которые смогут сыграть героев, причем смогут сыграть первый раз в жизни. Насколько это было сложно, и как вы отбирали ребят? То есть для вас важно было, имеет ли ребенок опыт съемки, например, или вы просто видели, что у него горят глаза на конкретную эту роль, и вы понимали, что он вам подходит? Те дети, которые участвовали в кастинге, у них очень-очень разный опыт. Кто-то из них уже снимался в кино, в профессиональном кино, уже имеет опыт. Один из наших актеров, он и работает в Волгоградском театре юного зрителя, уже можно сказать, профессиональный актер. Но также у нас очень много было детей, которые только-только познают эту профессию киноактера. Они впервые пришли к нам на кастинг, вот, и мы смотрели, насколько они органичны, насколько они подходят по типажу именно на тех персонажей, которые будут в нашем фильме. Вот, хотя партизанский отряд, все партизаны, но все это очень разные дети, с разным характером, разного возраста, вот, разного темперамента. Поэтому мы и подбирали таких актеров, чтобы они максимально соответствовали своим персонажам. Ребят, ну тогда вопрос к вам. Что вами двигало, когда вы ехали на кастинг? Что это? Желание стать звездой, желание сняться в кино, желание узнать историю. Ну вот, что конкретно? И расскажите, откуда вы? Сели из Волгограда? Лично я, я из Волгограда, кстати говоря, моя бабушка родилась в Нижнем Чире по дороге в Сталинград. И вообще, тема Великой Отечественной войны, тема партизанских движений мне очень близка. Поэтому я пришел на кастинг, чтобы поучаствовать в этом. Я очень горжусь нашими дедами и прадедами, потому что они сражались за нашу родину, и благодаря им мы сейчас живем, и память о них будет жить вечно. И это большая честь сняться в таком фильме. Я из Волгограда. Ребят, скажите, вы изучили историю вот этого партизанского отряда? Да, не знаю, как другие, но... Было что-то, что вас в этой истории поразило? Ведь это действительно происходило на самом деле на нашей земле. То есть вот вы читали, например, и понимали, и думали, как бы я поступил на этом месте? И смог бы я так же поступить? Да, конечно, потому что раньше дети и взрослые были совсем другие. То есть партизаны их брали в плен, и ничего, фашисты, они не могли никакой информации получить, потому что они молчали, и они давали клятву, что они никогда не выдадут. В наше время, конечно же, не каждый на такое способен. И это, конечно, очень поражает. У меня вопрос к Михаилу, режиссеру картины. Михаил, насколько сложно работать с детьми, насколько сложно работать с детьми в такой серьезной исторической теме, основанной на реальных событиях? И чувствуете ли вы, что кто-то из детей имеет опыт съемок, а кто-то нет? Ну, во-первых, работать с детьми, это как и со взрослыми, это всегда... Вообще работать, это всегда сложно. Интересно. Я с детьми работаю достаточно давно, и в театральной сфере в Петербурге, и здесь, в Волгограде. У нас есть школа. Так что опыт есть. И опыт съемок с детьми у меня тоже есть. Просто зная некоторые подходы, подходы к детям, некоторые механизмы педагогические в том числе, конечно, эта работа превращается не в работу, а в радость. Затем, что по поводу опыта. Конечно, у ребят в таком возрасте, если у кого-то и есть опыт, он довольно небольшой. И именно по этой причине мы отбираем, на кастингах отбирали, вернее, ребят, подходящих по характеру и по типажу на те роли, которые описаны в сценарии. Чтобы ребенку не приходилось ничего играть, изображать, не дай бог, да. А чтобы это было ему близко по характеру, по темпераменту и так далее. То есть такая маленькая, так скажем, хитрость, наверное, да, режиссерская. А вообще дети, у них незашоренное сознание и некоторые вещи, некоторые какие-то приспособления актерские, какие-то такие, знаете, придумки. То есть они, взрослые, так не придумают. Они что-то предлагают, это зачастую становится, входит в кадр. То есть вот это очень здорово. То есть никаких трудностей в работе с детьми есть. Знаете, единственное есть, но оно ни от кого не зависит. Дети часто болеют. Это да. Дети часто болеют. И вот сегодня, к сожалению, не все есть, потому что вот один у нас, один парень, который тоже является актером фильма, он сейчас болеет, у него температура 40, он, к сожалению, не смог приехать на передачу. Вот это да, это проблема. Они, мало того, болеют, еще друг друга заражают. Такая вот есть особенность. Вот. Ну и все. В принципе, это, наверное, единственная проблема. И, конечно, большое спасибо родителям, которые находят время, отпрашиваются с работы, привозят детей на репетиции, на кинопробы, на кастинги. Это тоже очень ценно, и это большой вклад. И вот отдельное спасибо им. Роман, вопрос к вам. Это полнометражный фильм. Сколько он длится? Полнометраж картины «90 минут». 90 минут. А этот полнометраж, укладывающий Министерством культуры Российской Федерации. И вот новость я скажу, что Министерство культуры Российской Федерации выдало удостоверение национального фильма, кинофильма «Отряд», название «Отряд». У нас остается другое название, особое задание. Почему спросила, сколько минут длится фильм? Потому что у вас народная картина. Это фильм, снятый на народные деньги. То есть у вас нет спонсоров. Да. Как снять без спонсоров и без финансирования 90 минут художественного фильма? И не просто 90 минут художественного фильма. Это не просто художественный фильм, а мы снимаем в широком формате. То есть для кинотеатров. То есть это качество более высокое, чем, например, для телевизионных каналов. То есть 4К и там звук Dolby Digital 5.1. Ну то есть это минимум для кинотеатров требования. Это очень сложно, да. Поэтому, конечно, к сожалению, вот на данный момент деньгами никто не помог. Ни одной копейки, ни одного рубля никто не выделил, не помог. А кому вы обращались за помощью? Ну за потенциальной помощью. Снимаем мы вот за мой счет, за счет еще нескольких людей. То есть это группа творческих людей, да, которые собрались и вот работают на результат. Мы хотим снять хорошее кино. Но простые люди помогают, там кто-то предоставляет животных, например. То есть у нас в картине будет задействовано около 100 животных, то есть 50 лошадей, там 6 немецких овчарок. Будет задействовано там, значит, 12 дворняжек, 3 волка, например. То есть люди предоставляют бесплатно, так сказать, спецтранспорт из животных своих, то есть дрессировкой занимаются. То есть кто-то предоставляет жилье бесплатно для артистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Потому что у нас ведущие артисты, известные очень звезды, да, так скажем, советского и российского кино. Но пока не будем называть, пока это секрет, как бы, очень известный. Как прорабатывался вопрос возможного финансирования? То есть вот вы задумали фильм, появился такой проект. Вы же наверняка куда-то обращались. Да, мы обращались и в крупные компании, и в государственные, и в правительство я обращался, то есть неоднократно. И в крупные компании. То есть вы обращались и к федеральным, и к местным каким-то волгоградским компаниям? Да, конечно. Поддержки пока ниоткуда нет. Да, я хотел бы все-таки, есть такая поговорка, не важно, что человек говорит, важно, что он делает. Я хотел бы сейчас обратиться к олигархам, к политикам, к руководству страны. Давайте докажем, что вы патриоты не на словах, а на деле. Пожалуйста, помогите снять нам кинофильм «Отряд». Кинофильм о подвиге, о людях. Давайте вместе снимем этот фильм и расскажем об этой малоизвестной истории Сталинградской бетвы. Одним из партнеров фильма «Отряд» является военно-исторический клуб «Пехотинец». Сегодня у нас в гостях Анатолий Артамонов, директор и учредитель клуба. Можно я еще скажу, да. Я хотел бы поклониться в ноги, как бы, есть такие все-таки люди. Военно-исторический клуб «Пехотинец» – это общественная и некоммерческая организация. Но, тем не менее, ребята совершенно бесплатно предоставляют нам костюмы военные, гражданские костюмы тех времен, 40-х, 50-х годов. Макеты оружия и военную технику бесплатно. И я хотел бы им сказать огромное спасибо за эту помощь, которую они оказывают в создании кинофильма «Отряд». Роман меня немножко опередил. Я как раз хотела спросить у Анатолия, как помогает клуб «Пехотинец» в вашей картине. Тогда, Анатолий, у меня к вам такой вопрос. Вот как директор и учредитель военно-исторического клуба. Скажите, почему? Ведь сегодня снимается очень много исторических фильмов. Снимается на федеральном уровне. Почему такая картина, в которой участвуют дети, которая о детях, и которая основана на реальных событиях, которая подкреплена фактами из архива, почему она не нашла как-то интереса ни у политических структур, ни у коммерческих? Вот ваше мнение личное. На самом деле мы-то занимаемся и проведением исторических мероприятий. И уже мы знаем, как это тяжело. У нас не такой город, район, который легко... Есть люди, меценаты, которые легко, может, с деньгами расстаются. Я не знаю, как. Вот сами мы также какие-то фильмы снимаем. Мы знаем, как это очень тяжело на общественных началах и без финансирования что-то снять. И поэтому, когда с Алексеем Абрамовым, когда была возможность познакомиться с Романом, когда я, конечно, без всяких безозрений... Да, есть техника, там у нас и мотоциклы, и автомобили, там, и плюс консультационные, то есть проконсультировать по форме, по как выглядели там те или иные персонажи. То есть, да, с удовольствием отозвались и, конечно же, поможем на всех моментах. Спасибо. У нас сегодня в гостях художник по костюмам фильма «Отряд» Лилия. У меня к вам вопрос. Зритель сегодня искушен, а знающий зритель очень придирчиво относится к историческим картинам. Почему? Потому что не нравится очень большое количество несоответствий в форме, в том, как эта форма сидит, в каких-то знаках отличия у военных. К сожалению, вот действительно и историки отмечают, что в последнее время создатели исторических картин как-то, ну, спустя рукава относятся к таким вещам. Вот как идет у вас работа в плане подготовки костюмов? Есть ли какие-то исторические комментаторы, какая-то поддержка от людей, которые точно знают, как это должно выглядеть и как это выглядело в те или иные годы? Нет, ну, что касается непосредственно формы, конкретно регалии, какие там погоны, нет, конечно, этим я не занимаюсь, потому что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. У Романа, насколько я знаю, есть ответственный за это человек, который непосредственно этим занимается. Да, у нас есть исторические консультанты, военно-исторические консультанты по военному костюму отдельно, в том числе вот Анатолий Вик-Пехотинец и другие, несколько специалистов у нас есть. А есть специалисты, которые занимаются гражданскими костюмами. Вот как раз Лилия занимается гражданскими костюмами, то есть у нас подготовка костюмов проходит несколько этапов. Но все равно перед Лилией стоит задача передать историческую достоверность. Ну, это на самом деле так, я могу сказать, что это прорабатывается огромное количество материалов. Вот просто обыкновенно даже платье, например, нужно, конечно, это перерабатывается, это смотрится огромное количество источников, это выбирается, вот, знаете, до мельчайших. Конечно, мы стараемся до мельчайших подробностей, что действительно соответствовало эпохе, потому что брать с головы, ну, это не совсем, наверное, действительно некорректно и неправильно, хоть, конечно, уже утрачивается, наверное, вся вот эта информация. Но вот спасибо, все-таки кто-то выкладывает, очень часто бывают домашние какие-то архивы. То есть вот сейчас, работая над этим проектом, очень много информации, я лично для себя узнала, очень много информации получила. Ну, иногда вот бывает уже Роману что-то интересное, то, что, может быть, даже он в каких-то нюансах, ну, не заостряет просто в силу, что он мужчина, да, я вот как женщина, допустим, какие-то вот детали для себя отмечаю. И, конечно же, каждый костюм прорабатывается вот действительно вот до мелких, вот до пуговок, до всего. Что тяжелее всего найти? Костюм, какую-то определенную одежду или какую-то деталь? Нет, бывает иногда деталь. Как именно правильно деталь эту разместить, как она должна лучше выглядеть. Потому что общее-то представление у всех есть. А вот чтобы действительно она смотрелась так, как она смотрелась на наших прадедушках, там, прабабушках, это, конечно, немножко уже другая задача. Потому что, во-первых, сейчас материал достаточно, ну, тяжело найти, правильно, с тех времен, чтобы там что-то осталось. А сейчас материал отличается по фактуре, по структуре. То есть даже, например, там, шить платье, да, оно, как мы вот представляем, должно быть вот так, а, допустим, в процессе ткань там жестче уже не так она смотрится, допустим, как мы себе представляли. Вот такие нюансы, да, вот бывают действительно. Скажите, есть ли возможность у местных жителей, может быть, в тех местах, где проходят съемки, либо у волгоградцев принять участие? Может быть, кто-то хочет хотя бы в массовки поиграть? Именно кастинги уже закончились, потому что они шли несколько месяцев. Прошло очень много человек, около 300 человек, 300 детей было на этих кастингах, может быть, даже больше у Алексея точные, да, данные. Вот, и мы отобрали, мы отобрали тех ребят, которые подходят по типажам кадр, то есть которые точно будут в кадре, точно будут сниматься в кино. Сейчас проводим кинопробы для того, чтобы определить, на какую роль конкретно в этом фильме подойдут те или иные ребята. То есть кастинги уже закончились, но вот в плане помощи проекту, конечно, можно я тоже пару слов буквально прокомментирую? Помощи? Да. Мы отдельно потом. Отдельно поговорим, хорошо. Ну, в общем, кастинги, да, у нас закончились, идут кинопробы, поэтому я думаю, что здесь в случае необходимости, если будут действительно добавлены какие-то массовые сцены, то да, мы об этом скажем отдельно. Единственное, что я хотел добавить, что будет уже, так сказать, ближе к основному, к началу основного блока съемок, который у нас стартует 1 июля этого года. С 1 июля по 30 ноября в течение 5 месяцев, у нас там 50 съемочных дней, нам нужна будет групповка и массовка. И, соответственно, вот уже перед этим блоком, то есть где-то в конце мая, то есть мы объявим набор и все люди, которые захотят поучаствовать, и в том числе вот из этих людей, которые в массовке и групповке, возможно, у кого-то фразы будут, то есть они могут, так сказать, на большом экране уже показать, так сказать, свои способности. В фильме участвуют еще и животные, причем такое приличное количество животных. Я так понимаю, откликнулся вам помочь Волгоградский фонд защиты животных и приют Дина. Сегодня у нас присутствует в студии директор Дина Анжела Макарова. Анжел, скажите, кого выделили своих питомцев для съемок в фильме? Только не открывайте все секреты, потому что у меня к Ивану тоже есть вопрос. Ну, принимают участие, естественно, собаки, поскольку у нас их в приюте много, порядка 300 лошади. Лошади представлены конно-досуговым центром «Солнечная долина», что, собственно, является тоже нашей организацией. Но так уж получается, что животные вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью в качестве компаньонов, друзей или боевых товарищей. И, как известно, в годы войны собаки, лошади, они тоже ковали победу, причем ценой своей жизнью. К сожалению, мы даже не знаем их имен, хотя это такие же герои, которые выполняли важные задачи в борьбе с врагом. Ну, я считаю, что для нас это большая честь, принимать участие в таком значимом событии. Я благодарна Роману за то, что он любезно принял наше предложение. У меня есть еще и подзадача, я скажу честно, это популяризация животных из приюта, потому что наша задача, конечно, искать нашим бездомышим хозяев. Я открою такую тайну, у Романа тоже собака из приюта. Больше того, у нашей замечательной ведущей тоже собака из нашего приюта. Здесь можно поаплодировать нам с Романом. Поэтому, к сожалению, Волгоград город все-таки провинциальный, и у нас как-то еще устоялось такое мнение, что чтобы самоутвердиться, нужно иметь дорогую, породистую, модную собаку. А столичные города в Европе, там люди берут дворняжек в семью, берут с улицы собаку, берут с приюта. И они будут как раз играть роль боевых товарищей, правильно? Наши подобечные будут играть роль обычных собак, которые каким-либо образом просто попали в кадр, или были чими-то друзьями. Немецкие овчарки по договоренности с кинологическим центром ГУВД будут играть немецких овчарок. И лошади будут тоже выполнять, собственно, такие же задачи, какие выполняли в годы войны. Они будут либо под всадниками, либо в роли гужевого транспорта. Вот таким образом. Анжела, пообещайте нам, что во время съемок фильма не пострадало ни одно животное. Ну, я могу это пообещать, потому что мне это пообещал Роман. Мы сейчас идем на короткую рекламу. После этого вернемся. Напоминаю, что уйтили программа «По правде говоря». И сегодня у нас в гостях съемочная группа фильма «Отряд». Это историческая картуна, которая основана на реальных событиях. Помимо собак и лошадей, в фильме «Отряд» снимается один волк, причем настоящий. И к нам сегодня пришел хозяин волка, Иван Лебедев. Иван, расскажите, как вы и ваш питомец попали в фильм? Я увидел в интернете объявление, что для съемок в фильме ищется волк или собака, похожая на волка. И буквально через несколько часов мне позвонил Роман. То есть мы нашли друг друга. Как зовут вашего питомца? Серый. Серый. Вы уже на кастинге были? Мы на кастинге не были. Серый справится с задачами? Я думаю справится. Единственное, я не могу гарантировать того, что в процессе съемок не пострадает ни один актер. Но животные не пострадают, да? Нет, конечно. Я буду его оберегать. Я буду стараться, чтобы психоэмоциональный фон на съемочной площадке был как раз-таки такой, чтобы он работал раскрепощенно. Вас и вашего питомца, в принципе, знают уже весь Волгоград, вы стали такой своеобразной знаменитостью. Но тем не менее, для тех наших телезрителей, которые еще не знают вас и Серого, в двух словах историю, как он к вам попал. И действительно ли это настоящий волк? И правда ли, что он живет в квартире? Правда, он живет в квартире, меры вынуждены. Я хочу его переселить на землю, в вольер. Правда, это волк. Волк был, волчонком был добыт в Астраханской области, где-то примерно трехнедельного возраста они были волчата. Сразу они были взяты на уничтожение. То есть это комплекс мероприятий по регулировке численности серых разбойников. Я взял волчат у фермеров. Я решил сохранить ему жизнь. И вот скоро два года, как он живет у меня. Ну, выглядит он здоровым. Он зарегистрирован в ветеринарной клинике районной. То есть, в принципе, вроде как нареканий нет по содержанию. Ко мне претензий вроде бы нет по его здоровью. Ну, а вот то, что он пока живет в квартире, я над этим работаю. Благодарю вас. Роман, скажите, где территориально и, может быть, в какие месяцы числа, если можете озвучить даты, будут проходить съемки. Я к тому, что наверняка волгоградцам захочется прийти, может быть, посмотреть со стороны, как снимается кино. Открываю сейчас на вашем канале секрет большой. Эксклюзив. Эксклюзив, да. Еще никто не знает. Ближайший блок у нас стартует 16 марта уже этого года. То есть, уже получается меньше месяца осталось. Не буду называть места. Ну, то есть, это будет, скажем так, Волгоград и Волгоградская область. Районы Волгоградской области. Вот. То есть, это будет второй блок. А основной блок у нас будет, пройдет, как я уже сказал, с 1 июля по 30 ноября 2019 года. Пока не будем открывать секреты. Мы предпочитаем, чтобы зрители все-таки были в кинотеатре и перед телевизорами, а не на съемочной площадке. Потому что все-таки это нарушает атмосферу. А поскольку работа тяжелая и серьезная, конечно, не хотелось бы, чтобы там были посторонние люди. Да, будут участвовать хорошие, известные очень актеры из Москвы и Санкт-Петербурга. И я хотел бы обратиться к телезрителям. Смотрите кинофильм «Отряд» в кинотеатрах. Давайте тогда расскажем нашим зрителям, где можно увидеть. Ну, то есть, договоренность какая-то с кинотеатрами или с телеканалами уже есть. Просто вот интересно, есть авторы, они сняли кино на народные деньги. Это их авторский проект. Как его показать людям? Что для этого нужно? Да, у нас авторские права на фильм на 70 лет. Министерство культуры выдало 70 лет. Это весь мир. Вот. И пока нет договоренностей с прокатчиками. Ведутся переговоры со всеми прокатчиками, крупнейшими России и за рубежом. То есть, ведутся переговоры пока. И с телеканалами тоже ведутся переговоры. Мы хотели бы... Роман, давайте прямо сейчас проведем переговоры. Мы на нашем канале сможем показать ваши фильмы? После передачи переговорим. Хорошо. Просто в этих переговорах нет ничего увлекательного. Это исключительно технические моменты. Поэтому, наверное, неинтересно об этом даже рассказывать. Скажем так, еще один секрет. Ведутся переговоры с первым телеканалом федеральным. Вот и с другими. Это ваши тезки? Да. То есть, вы сейчас не сказали ни да, ни нет? Как в том фильме. Мы это все обсудим. Договорились. Роман, если это фильм, который снимается на народные деньги, значит, никто из съемочной группы и актеров не получает за него гонорары и зарплаты. Верно? Верно. Этот принцип распространяется только на непрофессиональных актеров? Или те звезды, которые задействованы из Москвы и Санкт-Петербурга, они тоже не получают гонорар? Никто не получает на данный момент, потому что средств просто нет. Совсем. Почему тогда эти звезды согласились принять участие в съемках? Согласились они. Их мотив, сильнейший мотив был в том, что их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и другие родственники воевали в Великую Отечественную войну и участники Сталинградской битвы. Многие были ранены, многие погибли, многие, кто остался в живых, награждены медалями, орденами. То есть это герои тоже. И у этих артистов, которые согласились участвовать, у них не было, не стояло, так сказать, у них не было сомнений участвовать или нет, они сразу согласились. Роман пока не открывает нам секрет, кто из именитых звезд российского кино будет сниматься в картине, но и не исключена возможность, что чуть попозже мы все-таки сможем нашим телезрителям об этом рассказать. Роман, ну и в завершении программы хочется немножко дать вам слово. Фильму сейчас нужна помощь, и речь идет не только о финансовой помощи. Понятно, что в съемках картины задействовано огромное количество людей. Вам нужны волонтеры, насколько я знаю, вам нужен элементарно транспорт, вам нужна элементарно помощь, не знаю, гостиниц, которые могут актеров у себя разместить. Вот обращаясь к нашим телезрителям, к волгоградцам, может быть, к жителям области, а может быть и к тем, кто не живет сейчас в нашем городе, но сам уроженец Волгограда. Кто вам может помочь? К кому вы можете обратиться? Нам катастрофически не хватает людей в проекте. Нам требуются волонтеры, костюмеры, гримеры, осветители, звукоинженеры, кинооператоры, декораторы, швеи, реквизиторы, бутафоры, дизайнеры сайтов, специалисты по компьютерной графике, охранники, рабочие, повара, другие специалисты киноотрасли. Все, кто желает помочь кинофильму «Отряд», могут звонить по телефону 8 904 412 33 93. Также нам требуется транспорт, микроавтобусы, автобусы, легковой транспорт, эвакуаторы для перевозки военной техники, горюче-смазочные материалы, жилье для артистов из Москвы и Санкт-Петербурга, продукты питания для артистов и членов съемочной группы. Также было бы очень здорово, если бы организации, которые обеспечивают едой, например, офисы, там, возят готовую еду в контейнерах, тоже бы оказали помощь проекту в плане обеспечения едой артистов и членов съемочной группы. В общем, вам помощь нужна всем. Да. Поэтому, если кто-то хочет приобщиться к созданию кино и хоть как-то помочь, обращайтесь к Роману. Я думаю, что он придет любую помощь. Сейчас идет по всей стране очень яркая пропаганда, даже не пропаганда, наверное, ну да, пропаганда патриотизма, да, духовные скрепы, такие слова мы слышим постоянно из федеральных каналов и из уст различных чиновников и организаций государственных и так далее. Так вот, никто не объясняет, что такое духовные скрепы, это же как что-то фактическое, скрепка это же что-то физическое. Вот, и некоторые патриотические организации, в которые входят дети, ходят туда, занимаются, им нравится, а они вынуждены там покупать за свои деньги даже одежду, то есть этот патриотизм, грубо говоря, да, шевроны и все остальное. Так вот, у меня вопрос к этим самым чиновникам и к организациям. Чем кинофильм, который действительно будет настоящим, который снимается не для того, чтобы заработать миллионы в прокате в мировом, который снимается как раз-таки для восстановления вот этих духовных и нравственных скреп нашего общества, для того, чтобы у детей были ориентиры, не голливудские супергерои, а их ровесники, их сверстники, их одноклассники, которые совершили подвиг и которые не думали, выгодно им совершить этот подвиг или нет. Они тогда не думали, выгодно им это будет или нет, они просто это делали ценой своей жизни. Они разве не заслуживают того, чтобы почтить их память этим фильмом и поддержать на уровне, я уж не говорю, государства, хотя бы города, а у нас губернатор человек военный, и он прекрасно все это понимает. Разве они не заслуживают поддержки от вас? Скажите, были ли попытки подать документы на какой-то грант, то есть что-то выиграть в рамках съемки вот этого фильма? Да, я обращался в прошлом году еще в Министерство культуры, и в прошлом году ничего не получилось, в этом году тоже мы сейчас в процессе, тоже подаем документы, но пока результата нет, поэтому на данный момент ноль. Но мы надеемся, что люди все-таки проснутся, очнутся и скажут, что да, действительно, ребята, у вас хорошая команда, у вас много людей, у вас прекрасная поддержка, откровенно говоря, вот некоторые перечисленные Романом тезисы и специалисты, которых он перечислил, они есть, просто у нас работа масштабная, объемная, и, конечно, хотелось бы некоторые позиции иметь возможность перекрывать, ну, мало ли, все же люди, кто-то заболел, не смог по какой-то причине, уехал, там, другой проект, еще что-то, конечно, нужна поддержка. Ну, народная поддержка у нас и так есть, нам нужна поддержка власти, потому что ни один фильм в стране о войне не снимался без поддержки государства, но при этом мы не снимаем какое-то пафосное кино, мы снимаем историю о людях, о подвиге, о внутренней борьбе, потому что это дети, но они взяли в руки оружие, и они остались детьми при этом, они не превратились в профессиональных, там, убийц, киллеров каких-то, да, зверей, нет, они остались детьми, они остались людьми, и вот эта внутренняя борьба, она сложна, и, в общем-то, она сейчас происходит в нашем обществе, только с другим оружием в виде интернета или средств массовой информации. Но эта тема актуальна и по сей день, то есть, если мы будем, как Ивана Роства, не помнящие жить и ориентироваться на какие-то вымышленные истории, то у нас и страна тогда будет вымышленная, а не настоящая. Роман, я все-таки вам искренне желаю, чтобы на каком-то государственном уровне кто-то оказал вам поддержку, возможно, действительно, вы прошли по какому-то гранту. Ну и все-таки, я надеюсь, что после нашей программы кто-то из волгоградских, может быть, политиков, бизнесменов тоже откликнется и захочет принять участие. Ну и вам огромное спасибо за то, что вот средства массовой информации и ваши коллеги оказывают большую, огромную, неоценимую поддержку популяризации проекта, потому что это очень важно не только для нашего города, но и, я думаю, что для всей страны, потому что дети везде дети и люди везде люди. И об этом должны знать, конечно. Спасибо вам огромное. Благодарю съемочную группу «Фильмоотряд» за то, что сегодня приехали к нам в студию. С вами была программа «По правде говоря». Я с вами не прощаюсь. До встречи с вами.